Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в среду за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 29 по 39. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь ко пришедшим к Нему Иудею, горе вам, книжницы и фарисеи лицемери, якозиждите гробы пророческие и красите раки праведных, и глаголите. Ащебыхом были во дни Отец наших, небыхом оба общницы им были в крови пророк. Тем же сами свидетельствуйте себе, якосыновиесте избивших пророки, и вы исполните меру Отец ваших. Змея по рождении хидного, како убежите отсюда огня гиенскаго? Сего ради сия спаслю к вам пророки и премудрые книжники, и от них убиете и распните, и от них биете на солмищах ваших, и изженете от града в оград. Яко да придет на вы всяка кровь праведно проливаемая на земли, от крови Авеля праведного до крови Захария и сына Варахиина, его же убийстве между церковью и алтарем. Аминь, глаголю вам, яко приидут вся сия народ сей. Иерусалиме, Иерусалиме, избивы пророки, и камень им побивая, и посланные к нему. Колькраты восхоте собрать и чадо твоя, яко же собирает кокош птенцы своя под крыле, и не восхотесте. Се оставляется вам дом ваш пуст, глаголю бы вам, яко не им эти мене видите от сели, дон дежиречете, благословен гряды во имя Господне. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Сказал Господь, пришедшим к нему иудеи, Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите, если бы мы были во дне отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших, змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену. «Посему, вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. И Иерусалим, и Иерусалим, избивающие пророков и камнями побивающие посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержат не только обличение, но и сожаление о духовном состоянии иудеев, потому как Господь знал, что они уже замыслили убить его, и тем свидетельствуют, что ничем не отличаются от предыдущих поколений, избивавших пророков. Книжники и фарисеи ухаживали за могилами мучеников, украшали их памятники и утверждали, что если бы они жили в те давние времена, то не убили бы пророков, но Господь, обращаясь к ним, замечает. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Александр Павлович Лопухин поясняет. Смысл тот, что предки фарисеев и книжников старались наполнить меру своими беззакониями и жестоким обращением с пророками. Их потомки не только не остановились в этой деятельности, но к тем беззакониям, которые допущены были предками, старались прибавить еще новые, ясные указания на предстоящие предания смерти самого Спасителя и на казни его учеников. По словам Господа, история Израиля – это история убийств праведников от Авеля до пророка Захарии. И если имя Авеля знакомо всем, то о каком Захарии говорит Господь? Блаженный Иероним Средонский пишет. Одни Захарией, сыном Варахии, называют того, который был одиннадцатым из двенадцати пророков, и с этим согласно имя его отца. Но когда он был умершвлен между храмом и жертвенником, об этом Писание не говорит. Другие под Захарией разумеют отца Иоанна Крестителя. Так как это утверждение не имеет твердого основания в Священном Писании, то и отвергается оно с такой же легкостью, с какой и доказывается. Третьи предполагают, что это тот Захария, который был умершвлен царем Иоасом между храмом и жертвенником, как сообщает повествование о царях. Но при этом необходимо иметь в виду, что тот Захария был сыном не Варахии, а сыном священника Иодая. С последним утверждением согласны и многие современные толкователи Священного Писания, отмечающие, что отец Захария, которого убил царь Иоас, мог носить два имени – Варахия и Иодай. Почему же Иисус выбрал именно Захарию? В Еврейской Библии, так и у нас, первая идет книга Бытия. Но в противоположность нашей Библии, в Еврейской, последней стоит вторая книга Паралипомином. Таким образом, мы получаем указание на то, что убийство Авеля было первым убийством праведника в библейской истории, а убийство Захарии – последним. С глубокой скорбью говорит об этом Господь. «И Иерусалим, Иерусалим, избивающие пророков и камнями, побивающие посланных к Тебе. Сколько раз хотел я собрать детей Твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и Вы не захотели». Это слова Спасителя, скорбящего о людях, которые отказываются от помощи. Святитель Иоанн Златоуз замечает. Этими словами он хочет показать, что они всегда отдалялись от Него по причине грехов. Сравнением же изъявляет свою любовь, потому что эта птица горячо любит своих птенцов. Спаситель обращается к совести людей, призывая их к иной жизни и даруя свободу выбора. Принять этот призыв или отвергнуть его. Господь хочет спасти каждого, но не может сделать этого без желания и участия самого человека. Задумаемся же, дорогие братья и сестры, о том, что если мы хотим отличаться от книжников и фарисеев, то нужно не искать оправданий, а откликнуться на призыв Христа и следовать за Ним, принимая Его волю в собственной жизни. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok